всем привет я killjoy это рыжик стас аскет жив он вернулся сколько ни было месяц полтора два не было от него свежих видео и он вернулся снова с нами он в порядке кто такой стас аскет это стас как понимаете второй части аскет человек ведущий аскетичный образ жизни насколько я знаю он же где то на на в украине он-то городе живет в таком себе доме частном небогатом скажем так и ходит он в рейды на базу и чтенько говорит что база кормит а за это полигон твердых бытовых отходов закупается и так нельзя сказать он там прибарахляется отбивает себе какую-то добычу и несет ее домой там рассматривает и вот снимает контент на мать заценим первое видео после перерыва это уже лето него кстати отопление печное дома естественно полно бревен полон трав различных сегодняшнее видео впервые за все время будет заряжена на богатство причем это будет не какой-то там сопливое пособие на тему того как стать миллионером настоящий реальный пример жизни основанный на моем личном опыте в общем перед вами находится вот такая небольшая куча алюминиевых баночек здесь как вы видите абсолютно разные есть вот такие с подгазировки кока-колла фанта спрайт и конечно же по большому счету здесь преобладают не баночки с под пива тут ничего удивительного я только из пива бат узнал я собрал балтик понятное дело 4 дня особо не напрягаясь для кого-то сейчас возможно не совсем понятно что у меня здесь вообще происходит ну кстати такой телеги я раньше у него не видел все вот эти баночки в общем дает не в курсе то сообщаю что эти баночки принимают на металлоприемки они алюминиевые сколько за килограмм интересно я их собираю затем приступаю к такой себе промежуточной процедуре их прессую из целых банок они превращаются вот в такие тоненькие алюминиевые пластинки которые занимают намного меньше места и конечно более компактные в общем прессую их ногами или беру что-то массивное вроде вот такой да лучше рельсы выглядит и уделено что стас он этим зарабатывать не сделал какой-то себе приспособление чтобы рисовать на автоматом быстро это делать не просто ногой там или рельсы опускать постоянно а что-нибудь все не сделал там вложил банку такое помни это делать кстати вчера привез еще баночек мешок как вы видите не полный но это и понятно так как вчера это был уже третий поход тем более дело было ближе к вечеру алюминиевые баночки на сегодняшний день являются самым выгодным решением и скажу сколько стоит интересно же экономики о макулатура и конечно же время но так и когда я кстати не сдавал интересно уже сколько цена но если брать черный металл или допустим макулатуру которой я сейчас уже не занимаюсь это кстати мои запасы которые я собирал и предыдущие годы посмотрите образовалась вот такая немало до предпоследняя куча две уже я сдал это третья здесь бумаги где-то плюс-минус полторы тонны вот так я ее аккуратно и часть и перевязываю веревками для того чтобы удобно было загружать газель и соответственно ввести на приемку если рассматривать с точки зрения экономики это бумага сейчас является менее эффективной в этом плане так как не цена упала до каких-то мизерных пределов что касается черного металла то он конечно не более эффективен в экономическом плане ну а физический труд сами понимаете гораздо выше и в общем скоро надо буду эту кучу бумаги сдавать и кстати больше ее не собираю я приветствую всех на своем канале это первое видео спустя относительно долгий или надо не долго говорил начале но для меня безусловно это очень важный период и без всяких сомнений он был вынужденный красавчик красавчик живот а у нас китично живет но он поддерживает свое здоровье то есть не прыщика не синячка под глазами вот видно что человек живет лучше чем я например в каком-то смысле определенно может по здоровью потому что у меня синяки под глазами не выспался после вчерашнего минуты из-за него тоже ты за это вот которые любят нападать на ноги их чуть из под это из под идеала вытаскиваешь хоп нападает он и теперь и спишь а ночью будешь доставать меня да и все-все ладно метро сознание бодрствует то это время пролетает буквально по щелчку пальца незаметно я не умею это видео хотел бы зарядить на богатство сразу хотел бы вас предостеречь чтобы вы не ставили в воду заряжаться возле экрана это так не работает сегодня на дворе не 90 а вот на какую-то важную а может быть даже не важную но в общем интересная информация с другой стороны вы может быть для тебя подчеркнете в общем я богатый человек и сегодняшнем современном мире все свое богатство принято показывать в активах что соответственно я в этом видео вам и покажу в общем покажу свои активы расскажу о них и соответственно вы узнаете что жки продуктов баночек и всего остального я привожу с базы хотя будет очень интересно вы наверное все прекрасно понимаете так что всем желаю приятного просмотра первое видео не знаю как пойдет сразу хотел бы начали на и сразу лайк 70 тысяч нормально с 211 подписчиков это как вы видите монеты но мизматика хам более детально и я тоже монет собираю надо же будет они скоро новую книжечку заказывать для этих для монет у них почти закончилось место в нынешней книжечки а у меня в основном я юбилейные собираю и там попадаются из других стран редко казахстан узбекистан там очень мало их видео единицы но правда но сейчас это коллекция моя древние новыми уточними древние старые в общем сыровские десяточки как вы можете видеть очень много на советского союза но и также присутствуют иностранные давайте более детально сейчас а так приближу и покажу вам что касается монет советского союза о есть может наши юбилейные если есть чечни чечня то это 10000 рублей по моему сейчас стоит вот такая юбилейная или более такая современная которая более узкая как обычная десятка юбилейная с чечнёй она сейчас 10 штук пойти бы и его вода 62 81 как вы видите разброс по годам в принципе большой опять 61 все монеты я конечно же перечислять не буду вот так вот крупным планом пройдусь если кому-то будет интересно это это евро и это еврик по моему да такой окантовки болты на паузу и рассмотреть здесь по большому счету много однотипных монет которые 10 копеек со друг от друга преобладают годом выпуска это я вот эти 10 копеек говорю про монету и знаете есть монеты конечно те которые штамповались конкретной дате вот например как вот этот 1 рубль ссср он был сделан он не видел 20 лет победа над фашистской германией также есть и другие даты вот например 50 лет советской власти что нравится иностранных монет они также есть моей скромной коллекции вот например одна немецкая марка если мы приблизим то увидим дату 1956 год есть еще вот такая монетет может быть пенни это посвежее будет 1968 года тоже немецкая но помимо монет у меня есть еще жетоны и киевского метро на них не обозначен год неизвестно такого года и есть еще монеты вот с такими вот отверстиями нет и по этого доллара это 2013 года и кулона для берега как более полно 1988 этот уже это 150 рублей у него более-менее к рублях историческую ценность а это государственный карначейский билет 1 рубль если приближу то видно что это 1961 года это уже весьма солидная такая вещь один карбованец и так далее на разных языках а здесь у меня лежат одни польские монеты откуда столько и они принципе не несут никакой рез на исторической ценности вот например если я подниму одну а точно проните же многие уезжают на заработки в польшу точно я забыл и вот и возит поэтому такой активный к большая коллекция у него польских монет она 1991 года но это еще более-менее монета вот если другую посмотреть то это уже 2009 года в общем разница где-то в 30 лет они здесь принципе лежать не должны как моим монетным активом они не имеют никакого отношения это попались и я решил выложить в общем важное уточнение все эти монеты я привез базы и они мне достались абсолютно бесплатно также не отходя от кассы хотел бы вам показать еще вот такую вещь это печатная машинка довольно брат старого образца сейчас сорок терр уже не выпускают а это значит что ценность таких аппаратов с каждым днем только это не английский время кверт и пользовались в игре коньяк гарностью или есть поиск и че же определенного времени эта машинка станет антиклариатом на есть страны наград раскладка и цена на нее будет только расти о и а это польский что ли польска чем все клавиши у него работают это раскладка так что со временем она не будет стоить принципе прилично это немецкая машина сколько телефонов они все рабочие интересно сейчас я вам покажу следующий актив который в долгосрочной перспективе весьма значим это вряд ли сейчас конечно все эти телефоны стоят очень дешево и в принципе но эти расчет очень дешево если они рабочие телефоны и а как-то когда был в городе в некоторых районах скажем так есть магазинчики частные лавочки техники особенно телефонов три города помню по монстральном рынке я был и там как заходить в здание одно там через проходишь проходишь там есть вот так подобный магазинчик электроника техника и основном то телефоны а я ли там прямо на нормально дорогие телефон вот такие вот это дело чистые рабочие но они прям дорогие то есть по три с половиной по 5000 были по 6000 фон и и казалось бы сейчас же есть китайский смартфон и за 6000 можно купить плавный honor надо мне 20 крошка на шестой седьмой не знаю фонар есть такой дешевый honor там этот xiaomi вот такой вот huawei леново я такую цену продается кнопочные монстры таких сенсорных которых у меня в принципе не так много но речь сегодня пойдет не о них а именно об вот этих и кнопочных телефонах в общем что я хочу сделать я хочу отремонтировать все вот эти кнопочные телефоны здесь в основном чтобы вы поняли отсутствует и батарейка я их отремонтирую и затем подберу неподходящую зарядку да действительно у меня есть такое желание собрать максимальное количество телефонов много часов если капсулуское приним tän crear что подбирать из этой кучи зарядку раньше же как все помнят не было как таковых единых форматов типа юсб тайп си тайпа лайкинга это потом постановила еврокомиссия чтобы были единые форматы зарядки хотя бы у каждого производителя по одному единому на всем на весь модельный ряд и по тайп си юсби вот эти вот эти у каждого телефона был сам свой ход там кругленький потому как nokia не помню 5300 потом было кругленький вход они или нет или на стандартный уже такой вот такой вот вход был у какого-то кругленький другого чуть чуть более кругленький уже а другого телефона зарядка не ставишь надо покупать или искать покупать там оригинальный или ска китайский заказывать там кого-то еще какой-то с просто был по зарядкам в те времена да 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 у знакомого не знакомого на классе к 73 был кстати марш это здесь моё было есть что у меня было есть да нет вроде бы ничего не было у меня такого а или вот этот но кем уж такая была примерно коробку и закопаю лет через 30 40 а то и 50 они будут стоить бешеные деньги сын по фиштой нет стас продавай сейчас то есть почини и продай просто там людям по 1000 2 по 3 хотя бы сколько это интересно гривнах хотя бы просто там пенсионерам кому нужны кнопочные работающие телефоны люди же покупят там дети их продай а вот кстати motorola такая примерно было тоже у одноклассника а чай вещь пользоваться огромной популярностью но здесь речь даже идет не о финансовой стороне а просто о воскрешении прошлого представьте себе что из коробки они переживут году можно будет хранение земле телефон и подзвонить и своему старому другу если конечно этот друг будет состоянии снять трубку да и быть жив сейчас я хотел бы вам сделать презентацию уже готовой идеи этой идеи которую я вынашивал несколько лет и все почему-то не приступал к ее реализации и вот буквально несколько недель назад у меня все получилось я приложил максимальное усилие к этому и наконец-то реализовал свою мечту такое бурное желание смотрим и так прошу любить библиотека личная посмотрите без шуток это охуенно вот так вот целая комната пабличную библиотеку выделить полочки и смотрите на качество этого типа вот полочки а понятное дело но все равно это заебись то есть и каждый себе может только позволить собрать все книги и реализовать их вот так на полках рада полки провисли надо укреплять конечно обрушиться и собрать не смог по минуты это вот нижние эти они провисли надо по центру там ставить еще укреплять фигней какой-нибудь какой-то уголок жирный самореза нафигачить такое что могут а может было длиться мне кажется большую часть и так сказать львиную долю я сюда установил здесь множество художественной литературы есть профессионально и тогда и щелкал чем заняться не явно на любой вкус и цвет как говорится и так что я веду на рад этому что мне наконец-то удалось это сделать делюсь своей радостью с вами и в общем вот так она выглядит стойки и полки делал самостоятельно из не был у досок из тех до качественно сделано из которых и нормально баньки себе вот такие вот хорошо да вот здесь не доски совсем не обстроганная до вместе со смолой но они широкие и поэтому мне пришлось набрать именно такие в принципе смола она полностью досохла и никакого вреда книгам она не приносит и так что удалось сделать в принципе очень даже качественно и что самое удобно если посмотреть вот так со стороны то от такого большого количества книг которые установлены на каждой полке видно что идет в центре небольшой провис на на это не страшно так как доска справляется с этой нагрузкой все надо усилить ну а всякие пожарные центре дополнительную опору то вид был бы уже не такой и так вот такая вот у меня библия уголком просто крепенность из пожарные о моих активах ну конечно среди всего этого добра у меня есть эксклюзивные книги ну конечно же очень старые кстати вы меня спросите в чем заключалась сложность сделать полки и положить на них книги то я отвечу что вся вот эта комната была полностью до потолка забита в основном макулатурой всякими мешками металлом и так далее поэтому чтобы выгрести уже собрать кладовку пришлось неслабо так потрудиться ну а собрать все книги и сделать полки это уже второстепенное дело в общем как вы уже догадались следующее мое богатство не будет обозначаться печатью в общем как-то показывал вам вот такую газету небольшую этот 8 год печатана не в 1958 году это довольно старая газета но она не в отличном состоянии и не ей уже более 60 лет но если я поверну телефон в другой угол библиотеки подойду и присяду то вы просто обалдеете посмотрите какое собрание это просто обалдеть можно какой сборник исторический если посмотреть на дату то эти газеты немножко старше чем предыдущая это суббота 6 октября 1950 жалко что это не редкие редкое здание и комсомолки наверняка наверняка есть архив таких вот выпусков может уже даже оцифрованный наверняка по всей стране это все делали в подшивку газеты и они есть библиотеках и кажется я думаю можно же в архивах я так думаю мне это кажется хорошо газета сохранилась здесь даже вот эти боковушки более-менее ровные давайте в центре посмотрим на дату здесь также 56 в общем это невероятная ценность это стопка газет растет в цене я сомневаюсь антикварная вещь кстати тоненькая газета называется известия а вот этот сборник комсомольская правда чтобы глубоко не зарываться в книгах я сейчас приведу вам несколько примеров и вы будете в курсе и только пожалуйста осторожней без картина гинекология гинекология москва ведь шестой 1930 станет конечно говеная но все равно еще древняя книга 1913 год петроград здесь кстати посмотрите слова на конце писались вот да раз читал и так далее еще и это английская и к типово миленький вот потом частью алфавит причесали и насколько я помню нам вскоре в школе рассказывали когда выкинули вот эти твердые знаки и в конце слов из концов слов о война и мир уменьшилась в два раза по объему такого нет ну а так в целом если брать то конечно же главным богатством являются все книги именно количество душевно слушать долгий осев который я конечно хороший хороший место лет делал шанс-то крепи полки пожалуйста богатая страшно смотреть прямом и переносном смысле этого слова это кухня стаса я уверен что практически никто не сможет отгадать что находится в этом чемодан чемодан находится какой-то духовой инструмент мне кажется находится такой либо там и нибудь столовое серебро какой-то антиквариат но вот в этом мне кажется облина это да не если у кого-то есть желание это можете написать свой вариант в комментариях посмотрим отгадали вы или нет хотя бы предположить в общем я считаю что это что находится в этом чемодане заслуживает отдельного видео если вы этого захотите то я могу более детально подробно вам все показать ну а сейчас написали вы комментарии или нет в общем я открываю и здесь находятся память находит фотографии причем когда я говорю древнейшие то на самом деле это так это даже двадцатый век хотя тут львиная доля двадцатого века но есть и девятнадцатый вот такая вот фотография сидят джентльмены стоят женщины то время сейчас было бы наоборот вот разные фотографии абсолютно есть до революционные есть по интересным сионные довоенные сидеть и рассматривать разных годов фотографий думает что случилось людьми и такие которые на них изображены как живут их потомки теперь сейчас потом за кадры могло произойти этих фотографий если так она рассматривать и на мысли с подписями а есть бед вот например подпись 1925 год это причем писали еще чернилами вот практически фотографии это все со свалки принес это все туда отправлялась смотрим просто вот такая есть фотография немножко это семейная история здесь тоже есть подпись по делу на свалку 1915 и соответственно что-то написано объяснение дальше идем вот такие два господина стоят джентльмена портрет какой год по моему 17 вот такие вот фотографии ну это знаете совсем уже такая себе ярчайшая фотография по что по центру здесь аптечка там денег как будто бы какой-то чучело да что ли то это понятно можете обратить внимание на лица людей обалдеть здесь уже ручкой подписывали видать уже родственники потомки так сказать это тоже фотография точнее не та же фотография а новые предки фотография другая лица необычные сейчас наверное таких уже и не встретишь одежка у них на своеобразно очень в общем таких фотографий какие-то сухановых фотография здесь тоже ручкой подписывали но я такому не особо доверяю я более придерживаюсь того формата что фотография должна быть подписана именно не ручкой современной а еще теми чернилами тех времен вот здесь фотография 1414 года всякие роспись всякая идет в общем если интересно будет то могу более подробно разложить и в отдельное видео оба интересно сказать что эти фотографии уже имеют весьма значимую ценность и как для музеев так и для особых ценителей а если пройдет еще время то конечно цены им не будет как говорится посмотрите что они испортятся держит совсем не будет цены на детей за руки здесь есть надпись под что я путаю 1900 год обалдеть 121 год в общем история чемоданчик специалисту который разбирается в качестве фотографии и так далее но там танк какой-то фото тигр что-либо 2 мировой сегодня за бешеный я не знаю отошли вы от фотографии или нет но сейчас я собираюсь ошеломить вас следующим активом на марке последний оказал считает наклейки из старых чувачек типа лавыза там ли turbo из тех еще времен не современные лавыз знаете люди которые собирали их делали это абсолютно по-разному вот например этот человек просто брал и не вырезал их с конверта причем даже не вырезал дирал роста вырывал вот так не приятно и помещал вот в такой пакетик здесь можете посмотреть марки для вот такие вот скрученные потому что они находились вот в этой банке как нашел так и привез здесь уже не более скрупулезный такой подход видите боль мне когда смотрю видео с аскетов что он приносит полигон это было как этого мне вы знаете хочется съездить полигон в своем городе даже там глубь не заходить естественно там по перимету пройтись посмотреть как он вообще выглядит любопытно этом происходит понятно что это просто равнина засыпанная мусором и там трактор это все они прималывают как рабуют проезжают но все-таки интересно просто он только все находит на свалке для меня все ровно красиво уложено а эта книжечка или правильнее сказать альбом а для марок является образцом подражания моей матери такой был посмотрите здесь можно где-то сейчас и есть у меня его нет все сделано я кстати показывал вам уже это альбом как-то привозил и раз они по чему-то стоит конечно не считает ли там и средский наложить что в общей сумме на столе находится около 500 марок и вы скажете ничего себе а я скажу вам держитесь крепче сейчас враг давай давай в общем около месяца назад на базе произошла потрясающая удача которая пронзила меня до мурашек в общем я нашел вот этот вот альбом и сейчас я открою и вы все сразу поймете о специально для марок невероятного коллекционера который как он оказался интересно на базе обратите внимание здесь марок в несколько раз больше не тех которые находились на столе и до сих находятся я вот так листаю пока штампелями до листочки проснулся и соебить пойдешь осторожней микрофон пожалуйста выключишь его опять это просто можно с ума сойти наверное не больше тысячи это точно вот это называется настоящая удача причем посмотрите как а тебе здесь чем не лежится одна вот здесь себе лечь на странице другая тематика на другой и так далее получается у меня марочный актив в конце этого видео и напомнить вам о том что все что я вам показал на видео я привез базы и это имеет ключевое значение в самом начале и показал вам какие-то материальные ценности знаете на самом деле мы все богаты так как самое главное что у нас есть это жизнь это самая главная ценность а уф это истина и это так помните одно здоровый нищий счастливее больного короля с вами был стас аскет всем пока ну да в принципе стас то он как пышет здоровьем просто разово щеки не прыщика ничего а какой-нибудь богаче ему не помогают его деньги справиться с болезнью которым нажил хорошее видео отлично вела кже поставил поставил итак спасибо за внимание ссылки в описании если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал оставляйте название видео вы которыми стоит сделать реакт до скорой встречи всем пока